Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы снова находимся на территории поселка Горки-10. Владимир Владимирович, здесь продолжаются масштабные строительные работы. На какой стадии? Ну и самый главный вопрос, будет ли готова школа к первому сентября? Мария, добрый день! Действительно, это очень важный вопрос. Вы видите, что масштабы строительства и ремонта на территории средней и общей образовательной школы Горки-10 действительно впечатляют. И волнение присутствует, но каждый день мы держим руку на пульсе этих работ. И наши строители работают в две смены и заверили, что 28-го числа, 28-го августа строительные работы будут завершены в полном объеме. Вы видите, что работы ведутся на зоне спортивного ядра, где у нас готовится к сдаче в эксплуатации футбольное поле. У нас там будет волейбольное поле, у нас будет баскетбольное, у нас стометровка, у нас разминочный круг, у нас воркаут. То есть все элементы для сдачи ГТО, все элементы для повседневного занятия спорта. И уверен, что 1 сентября, когда наши дети придут на торжественную линейку, они увидят абсолютно преобразовавшуюся нашу школу. Не только лишь внешние работы, но и внутри их тоже будет ждать все. Если говорить о внутренних работах, что сейчас происходит в школе, на какой стадии находится подготовка классов, входной группы, зоны рекреации? Да, мы с вами сейчас это увидим на кадрах. Конечно, я сразу хочу сказать, что нашему коллективу, нашей школе нужны сейчас стальные нервы, потому что, когда заходишь в школу, мы видим абсолютно, вот в настоящий момент, разобранные полы, штукатуривающиеся стены, замена электропроводки, светильников. И все это вызывает отсутствие уверенности в том, что мы успеем к 1 сентября. Но, опять же, повторюсь, что буквально через 5-6 дней, когда начнется уже процесс монтажа, вот сами отделочные работы, то есть финишный этап, мы сразу поймем, что ремонт подходит к финишу. И мы увидим с вами новые потолки, новая плитка на полах, новые двери. То есть у нас полностью второй этаж, это более тысячи квадратных метров только напольного покрытия и стеновые конструкции. Это все будет в новом виде. И наша школа, хоть она и на территории сельского поселения, она будет абсолютно городской, красивой школой. Ну, получается, практически школа Горки-10, она подверглась в этом году практически капитальному ремонту. То есть меняется площадка вокруг школы, меняется внешний облик школы, меняется внутреннее пространство школы? Да, это благоустройство, это спортивное ядро и внутреннее пространство. Конечно, мы с вами по этапам, спасибо, вы отслеживали, вы видели, как идет и ремонт этой школы. Если вы помните, в 2014 году мы начинали с пищеблока, с нашей прекрасной столовой. Затем мы коснулись ремонта первого этажа, а сейчас второй этаж, в состав которого входит прекрасный актовый зал, где наши дети будут заниматься и творить на Ниве творчество. Вот, там у нас 200 посадочных мест. И таким образом школа действительно преобразуется, она становится абсолютно новой. И уверен, что нашим ученикам это все понравится, и они подтвердят это своими успехами в учебе. С каждым годом количество первоклассников растет, количество учеников тоже множится. Ждут ли такие же преобразования школ, которые находятся в Успенском? Да, Мария, у нас на территории две общеобразовательные школы. Это школа Горки-10 и школа Успенская. Успенская немножко поменьше размерами, и исторически так сложилось, что это один корпус, в котором занимается более 400 учеников, а в целом школа предназначена для 600 учеников. Часть из них находится на территории детского сада, и эти территории тоже подвергнуты ремонту. Мы делаем входные группы. В детском саду будем делать фасадные работы, то есть утеплять наш детский сад, придавать ему новый облик. Конечно, мы тесно работаем в сотрудничестве с коллективами школ. И к первому сентября мы подготовим все учебные объекты к приему наших учеников. Хочу коснуться программы по школе Успенская с Андреем Робичем Ивановым. Мы разрабатываем сейчас дорожную карту по преобразованию этой школы, потому что нам нужна новая территория, есть вызов времени. Мы видим, что школа у нас прошлого столетия, это 30-е годы, то есть скоро будем 100-летний юбилей отмечать. И, конечно же, мы обязаны в Успенском иметь новую современную школу. Для этого мы будем сейчас пытаться попасть в программу губернатора Московской области с целью построить в Успенском новую школу. Скажу сразу, это не быстрый процесс, но будем стремиться к этому. Начало положено? Да, начало положено. В первую очередь надо подыскать земельный участок, выработать концепцию, понять источники финансирования, ну и приступать, засучив рукава. Я думаю, что дорогу осилит идущий. Ну а пока давайте отправимся в школу Горки-10 и посмотрим на те работы, которые происходят внутри образовательного учреждения. Да, приглашаем вас. Пойдемте. Оставайтесь с нами. Владимир Владимирович, мы сейчас находимся в актовом зале. Ну, глядя, конечно, на стены, глядя на то, как здесь идутся ремонтные работы, очень сложно поверить, что действительно к первому сентября все будет завершено. И это помещение полностью преобразится, включая и коридор, включая и кабинеты, которые находятся на втором этаже. Да, действительно, объемы впечатляют. Я уже говорил об этом, что, по сути, весь второй этаж подвергнут капитальному ремонту. И работы ведутся в две смены в составе более 20 человек бригады строителей. Сразу же на месте присутствует технический надзор, который смотрит за качеством работ. Сейчас, действительно, это вот актовый зал на 200 мест, который... Ну, мы видим, его вот разбирают еще остатки. Да, идет процесс демонтажа, но, поверьте мне, да, новые потолки, стены, новая сцена у нас еще будет. Все это будет у нас к первому сентября готово. В профессионализме строителей мы не сомневаемся. Мы видим их примеры работ на других территориях и у нас уже на территории школы. Все коммуникации абсолютно налажены, и я уверен, что ремонт проведут в срок. Ну, мне хочется сказать, что, действительно, этот актовый зал на 200 мест, он будет для наших детей очень-очень восстанавливаем. И приглашаю вас через 2-3 недели, чтобы уже посмотреть, какой он будет уже после ремонта. Договорились, обязательно приедем. Владимир Владимирович, я знаю, что вы всегда лично, ну, практически, если уж не каждый день, то через день, через 2-3 дня приезжаете на строительные площадки и лично контролируете ход и ремонтных работ, и строительство, потому что очень много сейчас объектов строится на территории сельского поселения Успенская. В частности, мы в данный момент находимся в школе в Горке-10, да. То есть, довольны ли вы тем, как все идет? Как работают строители? Мария, все правильно, только немножечко несу корректировку в ваш график. Я, как глава поселения, не через день прихожу сюда, а два раза в день. И утром, и вечером я встречаюсь с руководителями работы, я встречаюсь с руководителями учебного заведения. Мы корректируем весь ремонт абсолютно, потому что реальная жизнь, она вносит буквально каждый час какие-то коррективы. Где-то какие-то есть нюансы, которые надо моментально принять решение, чтобы наши строители ни в коем случае не задержали график выполнения работы. Поэтому, понимая ответственность, и мы уже понимаем, что 1 сентября, оно совсем рядом, буквально недели полторы, мы должны завершить в полном объеме весь ремонт. Поэтому работа у меня начинается с этого объекта, и вечером она заканчивается тоже на этом объекте. В целом, вот на территории школы Горки-10 в настоящее время, с учетом строительства детского садика, работает больше 130 строителей. Понимаете, что это и бригадиры, это целый цикл работ, все технологии, которые имеют каждую свою задачу, и уверен, они все с этим справятся. И еще раз повторюсь, 1 сентября школа будет готова. Мы встречались здесь в начале лета, и говорили о том, что и жителям, конечно же, придется потерпеть ряд неудобств, да, но, тем не менее, все понимают, все входят в положение, и, я думаю, наверное, всячески помогают вам в том числе. Вы знаете, да, жители смотрят на эту стройплощадку, они соскучились по большим стройкам. Я повторюсь, уже я об этом говорил, что строительство детского сада на территории поселка Горки-10 – это первый инфраструктурный объект за последние 30 лет. И действительно, все люди и старшее поколение, молодежь, молодежь интересуется с точки зрения уже попасть в этот детский сад. Кто-то уже спрашивает о наличии рабочих мест. Пожилое поколение радуется за то, что у нас восстановилась экономика, мы можем позволить такие инфраструктурные объекты. И ждут люди, когда откроется спортивное ядро, потому что после четырех, после занятий, этим площадками будут пользоваться все наши жители. И хочу вам сказать, что многие, проживающие на территории нашего поселка, являются в прошлом строителями, заслуженными строителями. Люди подходят, советуют. И на самом деле этот жизненный опыт, он нам очень сейчас нужен. И, кстати, вот один из строителей, посмотрев на ход выполнения работ, сказал, что строят не хуже, чем в советские времена, даже и лучше. Это лучшая оценка. Да, это лучшая оценка. Но я понимаю, потому что сейчас все-таки новое время, новые материалы, новые возможности, новая техника. Вот, людям есть с чем сравнивать. И они, в принципе, очень рады, что на нашу территорию пришли такие строительные фирмы, которые имеют такой потенциал строительный. Спасибо вам огромное. Желаем, чтобы все работы были завершены в срок. И 1 сентября обновленная школа поселка «Горки-10» распахнула свои двери для всех учеников. Я уверен, и коллектив строителей, и коллектив педагогов с этой задачей справятся. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания. До свидания.